Как театр начинается с вешалки, так и курорт. Начинается со въездных трасс. И первыми, кто встречает многочисленных гостей, часто оказываются вот такие люди в шортах с картонными табличками в руках. Для современного курорта картина, мягко говоря, непрезентабельная. К тому же такая деятельность незаконна и с ней в Анапе борются. То, что стоят вдоль дороги машины, устанавливают зонтики, столики, это у нас по административному кодексу статья 11.21. В этой статье находится санкция за это нарушение. То есть размещение в полосе отвода предметов, не имеющих отношения к обустройству автомобильной дороги. Если человек стоит, например, без машины, стоит в руках, держит табличку, вот как у нас там Шевченко-Слияние Шевченко-Самбурово в городе на Пионерском проспекте, за это все равно будет наказание, только по другой статье. Статья 12.29. Нарушение правил дорожного движения пешеходам. С какой целью вы размещаете столба освещения? Я мусор убирал. Вы мусор убирали? Конечно. Стоят у стяги, я мусор убираю. А зачем вы тут удали? Я как бы убрал, вначале. А, Тимуровец? Да. Я лычу статул всегда. Я вас понял. Ну, пройдемте с нами. И таких тимуровцев десятки за каждый рейд. На них регулярно выходит межведомственная комиссия. Нарушители разбегаются по кустам, прячут таблички, идут в отказ. Но уйти от ответственности все равно не удается. Допустили остановку в зоне действия дорожного знака 327, остановка запрещена. Сейчас в отношении вас будет составлено... А это уже ночной рейд. Он прошел накануне под председательством заместителя главы города Эдуарда Балмашева. С трасс убрано более 60 табличек и плакатов. Составлено больше десятка административных протоколов. Некоторых приходится буквально выселять с обочин дорог. У них здесь столы, стулья, теневые зонты и даже освещение. Такого колхозного сервиса в Анапе быть не должно. Глава города Юрий Поляков поручил команде усилить меры и очистить от незаконных и небезопасных услуг все въездные трассы и городские улицы. В свою очередь, любая рекламная информация должна аккумулироваться в стационарных и презентабельных центрах по размещению отдыхающих. Мини-туристко-информационный центр, где каждый желающий, который останавливается вдоль дороги, сможет получить информацию о средствах размещения, которые могут их принять. Если, например, автотуристы, они двигаются спонтанно и предварительно не воспользовались услугами интернета либо еще каким-то образом средствами связи для того, чтобы разместиться в нашем курорте. Поэтому девочки-операторы, которые будут работать в этих туристко-информационных центрах, они смогут проинформировать о гостинице, пансионате, отеле, о тех местах, которые свободны на данный день и разместить туристов. Кроме того, такие центры будут предоставлять информацию о местах развлечения, парках, скверах и музеях. Это также часть стратегии по формированию положительного имиджа курорта. Ольга Родина, Ксения Сипко и Михаил Григорьев. Анапа. Регион.